Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Дорогие друзья, с вами снова программа «Библия говорит», в которой пастор Алексей Коломийцев отвечает на ваши вопросы. Наш сегодняшний вопрос касается одной из самых горячих тем семейных отношений. Пастор Алексей недавно получила интересное письмо от женщины. Я зачитаю, что делать жене, если ее верующий муж все время лжет по поводу заработанных денег. Она точно знает, что он лукавит. Подскажите, как ей себя вести по Писанию? Писание ясно говорит о том, как относиться к людям, которые согрешают. Евангелие от Матфея, 18 глава, приводит нам подробный механизм таких действий, это слова самого Иисуса Христа. В этих словах Иисус передает общее отношение. Но, во-первых, здесь важно сказать следующее, что Иисус говорит о том, как относиться к согрешающему на фоне общей заботы о тех, кто во грехе. Общего отношения любви. То есть, если отношение любви потеряно, то тогда то, о чем мы будем сейчас говорить, не сработает, не будет иметь смысла. Но если же в действительности эта жена любит своего мужа, любит Божьей любовью, любит, заботясь о его настоящих интересах, о его духовной жизни, о том, кто он есть, то Писание ясно говорит, если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Это не зависит от мужа, или это подруга, или это человек, с которым вы рядом на лавке в церкви сидите. Независимо от этого. Если христианин или христианка является свидетелем того, что кто-то согрешает, то Писание говорит нам, что нам нужно обличать, нам нужно показать, помочь человеку увидеть. Дальше написано, если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. То есть, если эта женщина говорила своего мужа, пробовала ему помочь, вот, и он не соглашается, то тогда нужно привлечь какого-то зрелого христианина. Обычно в таких ситуациях, когда речь идет о таких чувствительных вопросах отношений между женой и мужем, правильнее всего привлечь какого-то служителя, который мог бы вникнуть, разобраться и вместе сказать, да, ты грешишь, ты делаешь то, что Бог запрещает, а значит, Бог против тебя. Написано, Бог противится гордым, Бог противится тем, кто нарушает его закон. Вот, то есть, это из жалости к нему, из любви к нему нужно пытаться помочь ему. Если же и двоих не послушают, то написано, скажи церковь. Конечно, возникнет у них этот вопрос, ну, уж по такой мелочи говорится. А здесь не сказано, только по крупным вопросам. Я был свидетелем многих разрушенных семей, которые стали говорить о своих проблемах, тогда, когда эти проблемы уже слишком глубоко пустили корни. А если бы жена в тот момент, когда она только видела появление какого-то греха, того или иного греха, если бы она поступила по Писанию и привлекла бы кого-то, то, возможно, этому человеку можно было помочь на том этапе. Уточните, пожалуйста, что значит, скажи церкви, чтобы слушатели не подумали, что это значит, можно идти и всем рассказывать. Да, речь не об этом идет. Речь идет о том, что этот человек должен предстать перед церковью или же перед представителями церкви. есть достаточно обоснованная практика, когда подобными вопросами занимаются пресвитеры церкви, то есть пресвитерский совет. Пресвитерский совет, который имеет квалификацию, который знает, как можно понять человека, понять причины, понять мотивации, понять сущность вопроса. Вот, то есть на данном этапе, вот данному человеку, если он продолжает жить во грехе, ему нужно встретиться с авторитетом. Если первый человек и второй человек, вернее, первый человек, потом вдвоем, они не имеют авторитета, подвергнутого человека церковной дисциплине, то вот пресвитерский совет имеет такой авторитет. Ему нужно встретиться с этим авторитетом. Ему нужно, чтобы кто-то ему сказал, то если ты в этом грехе не покаешься, его не оставишь, то тогда мы вынуждены объявить тебя в церкви неверующим, как язычникам это, отлученным от церкви. И здесь речь не идет о том, это человек блудник, или он лжец, или же он вор, на работе что-то ворует, или же он сплетник, или сплетнице. Спасибо большое. Пожалуйста. Дорогие друзья, спасибо за то, что слушали нас сегодня. Да благословит вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slowa.org Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.slowa.org А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.